так ребят доброго всем дня сегодня очередная полезная статья звучит она так почему отклеиваются обои и что с этим делать зачастую мы видим вот такую вот картину часть такого полотна обоев здесь вот отклеилась отошла вот проявляться может это ну практически на многих стенах что вот как видите здесь все нормально у меня приклеена даже не видно стыка здесь обоим отошла что это означает и почему такое происходит во первых скажем так если у вас стены старые то возможно стена вот это основание плохо была подготовлена то есть там не удалились старые обои не удалилась там штукатурка краска и так далее это штукатурка краска прилипает к обоим обои отходит если у вас стена новая вот как у меня дом новый стены новые то вот этот вот кусок как видно вот у меня здесь до был плохо прогрунтован вот если можете заметить внизу грунт хороший здесь как будто этого грунта нет то есть обоина отошла именно из-за того что этот кусок был плохо прогрунтован и вот видите вот этот вот плохо прогрунтованный кусок он как бы отдал всю свою побелку обоим видеть немножко чистил эту по белочку уже вот здесь она осталась как видите вот видите обоины всяк побелки именно за этой побелки обои и отклеились вот что нам нужно делать итак первое для начала нам нужно удалить побелку с этих старых обоев делать это легко и просто берем обычную губку желательно губку сзади с таким вот шершавым материалом обычная губка для мытья посуды и вчера начинаем оттирать эти обои по всей поверхности наша задача чистить этот слой мела видите сколько мел будет исчищаем в общем вот такими вот движениями нам нужно удалить всю эту побелку чтобы ее не было сейчас это сделаю покажу что у меня получилось итак я очистил обои как можете видеть вот они такие чистые мела нету также я очистил и саму стену тоже самой губкой прошелся по стене не шершавой вот этой частью обычной губкой удалил стены все не нужны вот в общем обои у нас готовы сейчас их нужно скажем так промочить набрать чистой воды и намочить обои чтобы они стали прям мокрые чтобы они были мокрые и как бы тянулись хорошо вот видите вот они намыкают и уже нормально ложатся на свой скажем стык вот сейчас я наберу чистой воды и намочу обои вот у нас чистая вода теперь нам нужно промакивать эти обои вот так вот прямо вот водой чтобы вода прямо пропитала эти обои как будто моем сворачиваются немножко от воды ничего страшного но нужно их хорошо пропитать чтобы они были эластичными эластичными при эластичными в общем вот в таком скажем так порядке пропитываем обои что прям вода блестела чем больше тем лучше нужно пропитать обои сейчас я пропитаю дальше продолжим пока обои не засохли нам нужно быстренько развести клей у меня остатки вот такого клея нам нужно будет немного вода у меня теплая такая знаете как бы градусов 40 добавляем клея добавляем клея много нам не надо его будет возьмите чашечку далее нам нужно его размешать размешивать делать клей погуще чтобы лучше держался скажем так далее нам нужно будет приклеить этим клеем обои пусть он постоит пять минут хватит со что говорится дальше будем клеить после скажем так того как размешали клей нужно нанести все это на стену вот кисточку я к сожалению выкинул поэтому можно обойтись этой же губкой мочим губку промазываем как сами стены густо промазываем как не очень густым так это чтобы был клей скажем так хорошо промазываем скажем так так же промазываем сами обои обязательно промазываем обои сейчас я буду снимать и комментировать обои промазываем тоже хорошо клей должен быть и там и там особенно промазываем хорошо стыки бойные ну все намазали достаточно у нас все получается далее аккуратно распределяем так вот все это дело гоняем пузыри уж взять конечно тряпочку старенькую какую-нибудь и так вот это все аккуратно загладить обои у нас эластичные потому что мокрые как видите они прекрасно ложатся на свое место уделяем стыком особое внимание если немного стыки внизу вот отходит отходит все хорошо замечательно ну как можете видеть обои приклеились идеально после такого я думаю они будут держаться очень очень хорошо на этом все читайте наш ремонтный блок так и а и все на а и и и Продолжение следует...